всем привет друзья доброго времени суток с вами по речка и добро пожаловать в очередной выпуск эдакого мини кайда слэш геймплея который посвящен определенной фракции которые я буду представлять прямо сегодня вам прямо сейчас на этот раз будет колода за фракцию с кельге с лидером королем браном которую я все хотел попробовать и его совершенно случайно в бочках мне выпало керес и я решил почему бы нет пора попробовать несмотря на то что вышел ход фикс как бы не только пары карт из этой колоды новые в целом достаточно небольшого количества карт именно на самом деле этой колоды я решил все-таки попробовать и сейчас собственно поделюсь с вами самим гайдом впечатлениями и возможно открою вам какой-то новый пробивом новый свет на эту колоду для начала хотел бы сказать чтобы вы оставляли в комментариях свои пожелания на как на каких колодах вы хотели бы увидеть следующие гайды и геймплей я их всегда буду учитывать поэтому не стесняйтесь но мы начинаем давайте перейдем к обсуждению колоды и так как видите это колода на стражницах королевы и керес золотые слоты тут у меня находятся следующие бирна бран хиаумар керес и собственно герой ты давайте пройдемся по ним попробовал я брать и камбия во время своих стримов пробовал как бы не пробовал а думаю что можно попробовать взять и цири и йеннифер чародейку и мышавура и коралл можно взять и трис можно взять и даже цири дэш можно взять цири натиск можно можно попробовать но всегда я пришел к тому что герой тыгни это все-таки мировая карта которая фактически всегда сработает хотя бы раз на юнита 20 плюс ну бывали ситуации из-за которых не получалось его использовать и он остался просто бесполезной карты я выбирал и сразу же мне кидал оппонентов с такими вот колодами на толстоте на бафах но вы поняли меня поэтому я его и выбор то есть эта карта в принципе ситуативно вы можете заменять на перечисленные которые я вам назвал выше керес обязательная карта после патча она стала обратно восьмеркой было 12 то есть удавалось ее пробав достаточно сильно получается на единицу силы каждый раз когда появляется одна из этих девушек на поле боя появляется одна она получает одну появляется сразу три она получает сразу три далее хьямр просто сильно золотая карта 15 единиц которая подоставит на сторону оппонента великана но участвует это десятка даже если она не срабатывает то принципе это 15 силы для этого я сюда добавил один гром собственно это есть карта которая в принципе может только убить великана в этой колоде это не харальд тут нет оквиста больше никого тут нету а поэтому убить его неким также карта в принципе заменяемая но об этом чуть позже еще ну и бирна отличный шпион который скидывает две карты берет вам одну обязательно в принципе для на любой колоды скельги несмотря на то что и 12 сделали и пытались там всячески испортить но она осталась по-прежнему сильный так тогда перейдем к серебряным слотам тут мне находится воскрешение доноран хиндар сигфрида оператор и драйк бонху вместе с чемпионом чемпионов ну и давайте про них поговорим потому что вот серебро краски тут в принципе универсально на данный момент можно использовать различные вариации и так но воскрешение обязательная карта которая позволяет вам западный пример врагского шпиона какого-нибудь из колоды ту же зигфриду позволит респавнить или чемпионы чемпионов которым кстати поговорим чуть 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 попозже ну либо просто сыграть любую из этих карт в принципе просто как респаун полезно еще один зигфрида все поняли медиков она теперь действительно не может респавнить но может по-прежнему респавнить всех остальных юнитов в том числе и чемпионы чемпионов кроме кстати ребят операторы и драйк бонху они видите оба флитинг и оба релентлис и получается их не поднять не чучелом да как это можно было вышел тоже hotfix на драйк бонху он помимо флитинга получил тег релентлис то есть они как только попадают в отбой они пропадают из игры и как только они выходят на поле боя их нельзя поднять не миль войне чучелом ничем поэтому собственно тут и есть такая комбинация которую я решил предпринять это операция под названием операторы драйк бонху то есть по сути это вы делаете копию драйк бонху как правило даете оппонента ему даете оппоненту его но оппонент он обычно не нужен разве что вы не играете против мира колоды скельги либо хенсельта у которой есть медики поэтому большинстве случаев он будет бесполезен и использовать его вполне уместно да это две серебряные карты но их можете сами соответственно заменять в принципе заменяемый карты серебряные то следующий чемпион чемпионов оператор как раз таки тот же драйк бонху ну и все на что и заменить озвучиваю чучело двеймерит возможно даже король нищих оквист может быть кто-то захочет дженга фрета попробовать вот такие вот варианты замены ну и теперь приду к своей любимой карты которая мне доставила немало как бы хайлайтов и хорошее настроение и в целом выиграла немало игр проиграла кстати одну когда ее украл ключ не когда она выросла очень большой каждой способностью является получение двух базовых базовых теперь единиц силы в начале вашего хода если она находит становится единственным юнитом в ряду то есть если даже вам шпиона маленького поставят она не будет работать ну и собственно как показывает практика эта карта у меня вырастала до показателей в 20 где-то единиц базовой силы и потом зигфриды было резать что помимо квинсгардов ну собственно первый раунд ребят вы хотите скинуть пиратиков вы хотите скинуть страж королевы вы допустим хотите даже может быть сыграть оператора поста на драйк бонху он же этот ряд стать получается у вас последний ряд свободен как правило всегда нам вот этот и он может устоять спокойно скачаться я никогда в принципе особо не напрягаясь ставил первой карты если он умирал его прямо сразу поднимал зигфриды стала там в первый ряд допустим пострадай применил либо с этой карты либо с этой принципе это всегда обычно ваши первых три-четыре хода в первом раунде если вам даже удается их выиграть что ж замечательно ну еще можете поиграть с хелмором и громом например тут возможный вариант так что вот хорошая комбинация отличная карта мне очень понравилась рекомендую вам всем попробовать ну и по обычным картам три медика классических два рассвета не видно было два рассвета три я решил не брать и два вот этих вот товарища которые иммунны к погоде и они возвращают силу всех ослабленных ослабленных не золотых юнитов в ряду в одном ряду до базового показателя то есть если вас там допустим они уже ваши стражницы побольше во втором третьем раунде если вас там какие-то монстры напрягают или вам просто их там периодически наносит урон то вполне неплохая карта для ресета их силы до базового значения ну то есть а базу у них будет большое значение тут другого и не будет троллу тоже будет базовое значение так что если у вас стоит ген заклинательница против него одного дата и срабатывает пять ходов не забудьте что вы можете использовать бронника на этого самого тролло и ему вернется те вот пойнты которые сняла йен ну поэтому ребят а и совсем забыл также небеса используются либо для очистки погоды либо вот эти ребята все уверены что они достанутся способность герой используется чтобы скинуть вот эти две карты как правило ну либо можете скидывать вот эти две ну либо можете скидывать пытаться там чемпион чемпионов и воскрешать его если у вас какая-то супер хорошая или супер плохая рука далее гром для убийства собственно великана было два колоде я решил оставить один также работает против утопцев большого также работает против различных карт интересных такие которые что-то делают на столе например украли с севера у там у них гарда может манганы или какие-то в общем все что вашей душе будет угодно вы можете задумирить сначала если это золотой потом дать им гром даже ен заклинательницы украли с севера станет пятеркой можете убить истом надоедает кассиры сейчас очень много также дракон я имею ввиду или третенмерх можете дать двумерит и убить в принципе да тут было ребята замена вот эта вот карта добавилась даже сейчас я не могу вспомнить то что я добавил а я добавил две метели твои кандалы собственно место от второго грома можете тут поэкспериментировать поиграться я не знаю убрать например броника одного добавить еще один гром или убрать броника добавить еще одно третье небо или убрать броника добавить там вторые кандалы тут по вашему усмотрению собственно теперь немножко про геймплей задача колода состоит в том чтобы в начале игры всегда иметь в руке одну вот эту карту две такие к одну такую карту в руке последующего шаг но если еще чемпионы чемпионов то первым сам шагом скорее всего его постановка в этот ряд а после этого идет розыгрыш этой карты одной после этого вы скидываете две стражницы королевы следующий ваш четвертый ход это вы ставите одну стражницу и достается те остальные которые сбросились получается по статам них 233 ну и после этого вы уже обычно можете пасовать либо если у вас есть хьялмор и гром можете попытаться забрать раунд таким вот шагом если оппонент убивает королев замечательно респавните их несмотря на чемпиона бафайте свой кейс второй раунд вот самый для вас тяжелый вам нужно его выиграть если вы вдруг поиграли первый чемпион у вас к тому моменту должен быть уже хорошо пробафан не забывайте про комбинацию оператора drag bond who старайтесь всегда чтобы она была использована на вот этих трех девочек которые находятся в отбое если вам вдруг выпало так что через бирну у вас там на выбор керис там хьялмор и еще какая хорошая карта всегда скидывайте керис ничего страшного что она уходит серебряный вы ее заберете резом так что не переживайте по этому поводу ну и как бы если видите что можете выигрывать второй раунд если вы выиграли первый дайте до конца старайтесь если нет то отложите свои силы и в третьем раунде у вас должна быть керис где-то под 16 под 14 это в принципе нормальный для нее показатель пытайтесь вытянуть ресурсы с оппонента так ну на этом такой гайд по колоди закончен друзья сейчас предлагаю вам насладиться геймплеем 1 1 1 1 1 игрой из которых будет игра в рангеде на пятнадцатом ранге где-то около 50 место против такого надоедливого для всех сейчас рада вида я желаю вам приятного просмотра с вами был поречка большое спасибо за ваши комментарии лайки и внимание самое самое главное друзья это внимание всем пока до новых встреч хорошего настроения ну а что керис керис 21 керис 19 точнее было девочки то в сумме дают побольше так дайте мне управление над игрой это что да там не хотелось чтобы я не использовал да там мне кажется если бы даже я их придержал но возможно бы хватило если бы это но я тогда не был бы уверен что он использовал бы именно что это такое вот было сейчас но что это значит на ветре надо было два таких сделать надо было два делать и ставить просто в первый ряд и во второй чтобы они качались ой не убил было глаза на сейчас убьем ничего страшного керис плюс ты стражей ребят у меня же был один респаун один лес был один лес может быть у него больших нету может быть не этого может быть и в том что я лимитирован тут определенного числа карт я могу сыграть еще две максимум еще небо или поператора на бандху то есть это все что я могу сыграть в принципе но еще могу хьялмара сыграть если там буду уверен что выигрывают ясно бежен и последний картриджи а вепр этот корабль что глава глаза замешал и теперь она сыграет и достанет любопытно но я понял интересная кстати тактика мне нравится водящим не видел что у меня одна карта в руке здорово ягар игр игр юбл ну что он ничего не играет если я играю хьялмаром получается 48 а ему еще 5 на 48 и 5 есть он след съедает его враном то общих супер вылью много натеров конечно то что он отдает кейр она говорит мне о том что возможно у него есть воскрешение в реке то есть смотрите значит если я использую сейчас хьялмара это дает мне 40 35 начинаем это дает мне 50 очков допустим еще он съест великана 50 плюс получается 10 60 у него минус 5 еще будет у меня подкачается это 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 неужели настолько прям все хорошо у него в руке было сейчас опять будут чуваки вылетать проверяйте ребят девятка девятка или семерка уже девятка неужели у нее есть еще воскрешение баба комбищенская да еще и на киры были в колонии все это время немножко не повезло и что сейчас давай давай удачи удачных дело не дел ну если это будет топорник я просто зашпарюсь он реально он уравлит надо мной этот этот чувак вот этот топорник он уравлит надо мной я серьезно могу сказать я конечно не эксперт но по моему он просто издевается ну было очевидно что там кейра вот что там воскрешение так ну что вот он тут как раз кем и сейчас ему кидаем допустим донара а потом просто используем небо на свою карту какую-нибудь в первый ряд он точно давать не будет правильно в общем ребята делаем грязь на сколько он там 23 мне хватает иначе я его мне кажется не использую никогда в этой игре если он по сути проигрывает ошибка так смотрите я могу дать просто чистое небо да могу сейчас дать еще и донора он сольник он а не вы качается он был 23 то есть он сейчас 25 правильно вот жалко что нельзя посадить это показатель начальный плюс 25 это я боюсь конечно с донором сыграть неверно но надеюсь что мне хватит я рискну ребят там еще один накер получается вылетит я я вам оксы не разобраться но да да над глаз и дни если не рискнуть и сейчас не зайдут это будет посос ключник ток дека надеюсь что нет так и появляется еще один правильно ой как же он плохо ну ка кирис даже но есть только не ключник действительно если только не ключник ребят только не ключник днись и катакан еще хорош хорош парни нет стрекером нельзя потому что я тренирую свою память чё и вам советую сделать ну кран сыграл кейрона я на самом деле вот понял прям на сто процентов что там резурект у него в руке понадобится чтобы найти понятно мы еще у людей сейчас много вот этого соперника я наверное и ждал так хорошо ну тут вот проблем в том что чемпион у нас придется плохо но 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 в случае кринсгард пират пришел кейс семерка против дракона оставим возможно но чемпион точно отлетит ребят тут стопроцентная информация у меня есть он никак не выживает рука то мне нравится но вот ясно репикнул чемпиона чемпионов ребят на 2 пирата который точно ничего мне не дает но только я так могу это из-за вот фолловеров ты тут все вот отвлекаясь так иногда я ну ладно ничего страшного бывает сейчас как скину чемпиона чемпиона кстати слушайте а может действительно его скинуть не по-моему бред а вот теперь а вот это что такое за плейд а вот теперь можно и постараться как боги заповедали сто лет тебя не видел друг арсеналс ворд привет слушайте ну что это такое а почему он кинул по золоту зачем он убивает двоих генит не ребят вы меня наверно не там кто-то добавляет кто хочет в урон там разобраться то это надо не в другой игре добавить пирата убил сумасшедший ты дядя сумасшедший на самом деле нужно драйга на на вики сыграть но это надо быть очень рискованным человеком вот это вообще супер что ты делаешь я не знаю зачем правда но спасибо тебе как это у него интересная версия такая дать сейчас вот эту карту сыграть сил пить яму много золотого урона но restore тоже клёвый блин яма я алма ладно я рискну попробовать именно с рестором спасибо что верить он сейчас пасует если не пасует это вообще супер хорошо для меня как же ты потеешь так надеюсь еще ход у меня не получится нас забрать так надеюсь отсюда будут медики хотела выходить это очень трудно вот я сейчас думаю сыграть на зигфриду драйга или сыграть его на 5 ты будешь исполнить у него воскрешение что ли я просто мышку не понял смысл этого ри реса ну типа у меня второй ряд просто не свободен все равно понимаете так что я не могу сюда чемпиона сыграть вот в чем обида вся страны у меня есть респаун поэтому я на драйвер все-таки дам его сейчас он там мог посчитать сколько у меня юнитов но это неправильно будет на мой взгляд если выскочит даже семерка то мне будет абсолютно все равно поэтому я использую есть и медик кто еще лучше мартрин фрейер из песен керри сбавка брукс но инсалт одной карты ну теперь топ-дэк хороший и как бы там будут очень сильные квинсгарды в принципе может что-то путное получится хорошо чтоб дать пожалуйста герри ты мне у так ну начинаю мисс play надо было играть донора наверно сначала не понял зачем было сыграно шами ну зачем-то было может быть там две поэты кто знает так главное потеть потеть ребят помним это ему ничего не дает а вот это окей это надо геральта и не и скидывает медика скидывает медик остался последний медик доминируй я стараюсь друг напомню это ранки для тех кто еще не услышал слушайте ну не тут прям огроменный надо был тролляр ясно на самом деле просто сейчас вот пока пока могу и поставить его в какой хоть в хоть в какой ряд чтобы он там стоял и качался спокойно но мы подозревали правильно что там было воскрешение ребят еще с самого начала так мы прямо сейчас это дает донора возможность тогда мы не будем как бы ой вот давай зигфриду да 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 слушайте я не понял зачем набивать зигфриду вообще не понял прям если вы поняли то объясните потому что я нагнул мне кажется грому метод более бесполезный на всякий случай чтобы он как-то там что-то не поднял сюда даю сейчас он правда подозревает что у меня стигни я думаю ничего страшного теперь я могу еще раз поднять чемпиона чемпионов даже если он его убьет через дракона и третенмерха и плюс под дракона у меня есть если что если что у меня есть наручи но наручи скорее всего сработают против меня то есть я надеюсь что он сейчас поставит дракона в идеале тогда бы я смог сыграть например просто керес напишите сколько у вас сегодня было уроков а если вы а если вы учитесь в универе сколько было пар у меня сегодня было две вот пары место в топе 40 сейчас вроде привет аферист что примерно 50 урока а вы про место моего я поставлю керес не умрет 2 меритом только что 2 меритом и наручи 4 пары вместе 2 пара было 4 пары что-то темнит тут так вот это интересно но это говорит о том не что сейчас не будет сыграно например и и не сейчас похоже на и дни поэтому делаю так так тусом динь муки чемпион ничего страшного ну по сумме карты я убиваю донора и он юзает и дни я рисую любую карту заснул аромате скажи привет моему чемпиону чемпионов дружище чемпион чемпионов гг это была игра в ракете ребят сейчас посмотрим сколько получили и как продвинулись плюс сорок пять четыре тысячи мы стоим в пари Субтитры сделал DimaTorzok